Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Несмотря на то, что на улице моросит дождь, я все равно решила снять видео. Такое видео под дождем у меня еще в практике не было. И речь сегодня пойдет о чесноке. Конечно же, об озимом чесноке, поскольку в нашем регионе других вариантов я не вижу. В последнее время, когда я мельком захватываю наш чеснок, у меня люди задают вопрос, что я с ним делаю, почему он такого большого размера, такой мощный, у него степень, точнее перья такие мощные. Сегодня 7 мая. И вот на сегодняшний день практически по бедру стоит чеснок. Вообще хочу, чтобы вы обратили внимание, у нас всюду чеснок есть. И муж со мной, конечно, борется по поводу чеснока, но не всегда ему удается добиться какой-то определенной справедливости. Вот этот чеснок я в прошлом году забыла выкопать с клубники. И вот он так разросся. Вот такой высокий. Из-за дождя не могу подойти ближе и показать. 7 мая. Вот такой высокий чеснок. И только органика, удобрения только те, которые мы делаем своими руками. К магазинным средствам я прибегаю только в случае борьбы с насекомыми и какими-то серьезными гнилосными заболеваниями. Ну, а это гигант чеснок вдоль забора. Это, конечно, действительно моя недоработка. То, что даю разрастаться чесноку. Вот это все чеснок. Но я его начинаю подкапывать сейчас. И мы его употребляем в пищу вот с белой сердцевиной. Поскольку перья жестковатые и не всегда, ну, кто-то любит перья. А вот белая сердцевина, вот это, это, конечно, ну, такой для гурманов-любителей. В зиму у меня будет полно чеснока, будет много заготовок. Ну, конечно, если не какие-то форс-мажорных обстоятельства, которые нам периодически дарит природа. А вот сейчас, пожалуйста, подкапываем и раздаем своим родным, оставляем себе. И я сейчас вам вкратце расскажу о том, как мы выращиваем чеснок. Сажаем достаточное количество. И, в общем-то, всегда урожай, чтобы не сглазить, богатый, добротный, хватает нам, нашим родителям и нашим детям. Итак, а зима чеснок. Сажаем мы его в зиму. И сразу же начинаем мульчировать. Погодные условия должны быть таковы, и чтобы после морозов не наступались длительные оттепели. Поэтому это, скорее всего, конец ноября и начало декабря. Как только мы посадили зубчики чеснока, как только мы распределили весь посадочный материал, сразу же мы его укрываем, мульчируем. Кто-то выбирает мох, кто-то еще что-то. Для нас самый оптимальный вариант мульчирования – это солома, но солома вместе с кроличьим пометом. Кроличий помет у нас абсолютно везде. Обратите внимание. И в клубнике, и в луке, и в розах, и в том числе, и в чесноке. Несмотря на то, что многие люди убеждают, что для луковичных, в том числе и для чеснока, требуется ряд каких-то подкормок. За весь сезон я подкармливаю всего лишь два раза своим таким средством, чудо-средством. Каждый по-своему называет свои удобрения. Туда входит дрожжи, сахар и зеленое удобрение. Повторяться не буду. Ссылочка будет в конце видео. Если вас этот вопрос интересует, зайдите и посмотрите, поскольку еще есть время подкормить органическим удобрением, сделанным своими руками, ваш чеснок. Дальше. Два раза всего лишь подкармливаем. Можно это сделать сейчас, можно это сделать еще и через месяц-полтора. Этого будет достаточно. По поводу полива. Как только сойдет весенняя сырость, как только начнет пересыхать почва, можно приступать к умеренному поливу. Обычно я делаю раз в неделю, раз в 10 дней хорошо поливаю чеснок. Если вдруг в сильную жару кончики чеснока начинают подсыхать, значит, он говорит, что ему требуется полив, и я начинаю еще раз его поливать. За месяц до сбора урожая полив полностью прекращается. Чеснок должен лезть, полностью перья его пожелтеть, и мы его уже будем потом собирать, подсушивать и заготавливать на зиму. Я не вижу особой проблемы в выращивании чеснока. Главное, два раза за сезон, за период вегетации, подкормить его каким-либо средством. У каждого может быть свое. Я на чеснок, на удобрение, деньги не трачу. Считаю, что то, что есть, то и есть. Можно приготовить, подкормить и в результате получить хороший урожай. По поводу прополки. Никогда не делаю никакую прополку. Ну уж, если там пробьется какой-то сорняк, можно аккуратненько раздвинуть керия руками и все продернуть. По поводу расстояния. Ну, люди, которые привыкшие всех критиковать и все критиковать, неоднократно мне пишут, что слишком близко друг к другу посажен чеснок. Друзья, у нас всегда хороший урожай. У нас всегда крупный чеснок. Зачем я должна делать большие расстояния и не экономить площадь на земле для посадки чеснока. Если не так, он дает хороший урожай. Поэтому такая критика для меня неуместна. Я считаю, критиковать можно тогда, когда действительно все очень плохо. Ну а пока полы, чтобы не сгладить, чеснок ни разу нас еще не подвел. Если интересует подкормка, в конце видео переходим по ссылочке, смотрим и подкармливаем свой чесночок. Время еще есть. Второй раз я не буду снимать про это удобрение, про это чудо-средство, поскольку это уже будет излишним. Вот и все. Все очень легко и просто. Надеюсь, что у вас будет самый лучший урожай чеснока в этом году. На этом я хочу с вами попрощаться. Как всегда, пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашим близким, хорошего настроения и шикарных урожаев в этом году. Пока!